Генпрокуратура уведомила полицию о том, что участники протеста, организованного партии ШОР, мешают работе учреждения. Со своей стороны, правоохранители говорят, что такие же жалобы поступают от жителей сектора, где разворачиваются манифестации, а также от прохожих. Так, за последние сутки полиция зафиксировала жалобы о нарушении общественного порядка, хулиганстве, оскорблениях и антисанитарных условиях. Также есть жалобы на неадекватное поведение в состоянии алкогольного опьянения. В результате всех участников протеста сегодня утром тщательно проверили. Прошу каждого пройти к своей палатке. Иначе, если вы не будете у своей палатки, тогда полиция будет вынуждена отодвинуть ее в сторону. В результате вчерашней недоговоренности сегодня утром полиция проверила каждого протестующего в отдельности. Некоторые наши собеседники решение приветствовали. В так называемом городке Перемен проходит абсолютно нормальная процедура проверки документов, которая называется паспортизация. У граждан, присутствующих перед Генеральной прокуратурой, проверяют документы, палатки, личные вещи, если у них нет запрещенных предметов. Очень правильное решение, чтобы мы были в безопасности. Впрочем, проверки вызвали недовольство некоторых протестующих. Они обрушились с критикой на сотрудников правоохранительных органов. Зачем приходить в таком большом количестве и пугать народ? Что мы сделали? Мы в центре столицы, поясню вам. Мы машины не царапали, ничего не поджигали. Последний раз были найдены топоры и прочие запрещенные предметы. Можем даже вам показать. Мы будем бороться за конца. Что будет, не будет, но будем бороться. Все люди будут тут спать, без матраса, без ничего будет спать, но мы будем бороться. Мы взялись, мы будем бороться. По итогам проверок правоохранители эвакуировали 20 палаток, в которых никого не оказалось. И немного освободили тротуар перед госучреждением. Хотите домой пойти? Нет, не иду я домой. Пришла, чтобы мне подняли немного пенсии, потому что маленькая, не на что жить. Чего это мне идти домой? Не обошлось без музыки. Протестующие развлекали себя как могли. Между тем, в полиции заявили, что получают все больше уведомлений, как от прохожих, так и от жителей сектора центра, о нарушениях, допущенных протестующими. Правоохранители даже опубликовали видео, зафиксированные очевидцами. Жалобу в генинспекторат полиции подала и генеральная прокуратура. В ответе на наш запрос пресс-секретарь учреждения отметила, что демонстрации мешают деятельности прокурора, в том числе их доступу в здание. В этом контексте полиция вновь обратилась к мэрии с просьбой вмешаться в соответствии с действующим законодательством. В частности, закон о собраниях предусматривает, что запрет на протест может быть запрошен судом, если есть доказательства нарушений, допущенных собравшимися.